Пронск, Лович, Спарта, Казань. Лыбецкий бульвар превратился в по-настоящему международную арену. Более 40 древних городов разместили здесь свои условные посольства. Города представляют свое самобытное искусство, делятся своими впечатлениями, своим опытом, общаются. И в течение всех трех дней будут проходить мастер-классы, гости Рязани и жители, туристы. Все могут познакомиться очень подробно с историей городов. Практически у каждого посольства представлен народный промысел, национальная одежда или украшения. Так у ворот с надписью «Смоленск» сидит гончар. Он изготавливает сосуд по старым традициям. Форма вази придается рукой, а узор рисуется специальным приспособлением. Однако самое главное действие начинается на сцене. Здесь прошло официальное открытие посольской площади. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Николай Любимов приняли непосредственное участие в церемонии. На площадь у сцены вынесли флаги всех стран и городов-участников, в коих насчитывается больше 40. Полотна всех цветов еще раз подчеркнули многонациональность торжества. Игорь Щеголев и Николай Любимов выступили с переводчиком. Приветственные слова звучали на трех языках – русском, английском и немецком. Сегодня мы продолжаем эти добрые традиции и принимаем гостей. Я благодарю всех представителей древних городов России и мира, чьи флаги сегодня развиваются на этом бульваре, за то, что вы смогли принять участие в первом международном фестивале древних городов. Мы не только покажем друг другу, какие традиции заложены в наших городах, у наших народов, но и поговорим о тех общих проблемах, которые характерны для всех древних городов всего мира. Представители правительства поприветствовали хлебом и солью, а открылась площадь только после церемониального колокольного звона. После началась экскурсия по площади. Игорь Щеголев и Николай Любимов останавливались у каждого посольства, где представители города рассказывали и показывали свои основные промыслы. Настоящее действие разворачивалось у некоторых условных стен. Песни и пляски вместе с игрой на национальных инструментах, на которых также попробовали сыграть Николай Любимов и Игорь Щеголев. Народные музыканты оценили талант обоих мужчин. А после представителям правительства продемонстрировали национальный танец гостя Изловича – Болгарии. Экскурсия продолжилась. Ни один город не обошли стороной, и везде участники форума одаривали всех подарками. Касимовцы, например, угостили мужчин национальным пирогом, отметив, что попробовав такой, сразу же захочется посетить и сам город. Рисунки на песке, лепка из теста – все посольства были рады гостям. В итоге Игорь Щеголев отметил, что площадь функционирует так, как ей положено. Видно уже, что форум состоялся, и много приехало делегаций, и хочется, чтобы это было только начало, потому что до сих пор подобных собраний не было. Надеемся, что форум послужит именно этой задачей – объединить друзей, найти единомышленников, и вместе делать так, чтобы и нашим жителям, и жителям других стран было интересно приезжать в Россию, а гражданам России лезть по историческим местам за рубежом. Посольская площадь будет работать в течение трех дней. Пройтись по экзотическим улицам между условными зданиями и приобщиться к другой культуре может любой желающий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».